Добрый день. Я подумала, что под таким мощным нажимом Татьяны Владимировны Цывьян выступать в доме Балтрушайтиса я должна как-то, имея в виду Балтрушайтиса. И по этому поводу я предлагаю вам некоторые соображения, связанные с переводами, которые сделал Юргес Балтрушайтис и с поэзией Хайма Нахона Бялика. Моменты любого национального возрождения, еврейского, литовского, русского и так далее, всегда связаны с вопросом о центральной культурной фигуре, с проблемой национального поэта. Хайм Нахман Бялик, поэт еврейского национального возрождения, ставший в качестве такового классиком современной еврейской поэзии и одним из лидеров сионизма, как одного из наиболее мощных идеологических национальных движений конца XIX-XX века. В этом отношении те переводы, которые были сделаны из поэзии Бялика такими русскими поэтами, как Вячеслав Иванов, Юргес Балтрушайтис, Валерий Брюсов, Федор Сологуб, Владислав Ходосевич, чрезвычайно важны. Они вошли в знаменитую еврейскую антологию «Сборник молодой еврейской поэзии», который вышел в издательстве Лейба Яфы «Сафрут» в 1917 году. Об этом сборнике уже писал Роман Давыдович Тименчик вместе с Зоей Капельман, поэтому об обстоятельствах издания этого сборника я говорить не буду. Сборник был очень популярным, он выдержал переиздание в 1918 году в Москве и потом в 1922 году в Берлине, и все изучающие русско-еврейские отношения, литературные отношения, так или иначе, к этому сборнику, естественно, обращаются. Надо сказать, что Балтрушатис перевел только два стихотворения Бялика – «Ты от меня уходишь» 1907 года и «Ветка склонилась», о котором я буду говорить немножко позднее, 1911 года. Почему два? Потому что, как писал Ходосевич в своих воспоминаниях, была невероятная борьба между этими поэтами во главе с Вячеславом Ивановичем Ивановым, поскольку все хотели переводить Бялика, который уже был очень популярен к этому времени. Как можно понять из датировки этих стихотворений, которые переводят Балтрушатис, 1907-1911 год, можно так или иначе думать о некой типологической параллели размышлений Бялика к широко муссируемой проблеме народа и национальной идеи в русской философской публицистике 1900-1999. Напомню хотя бы об известной статье Вячеслава Иванова о русской идее 1909 года. Вопрос о культурной работе и о роли поэта бурно обсуждали в этой связи. Бялик был горячим последователем идеи культурной работы, выдвинутой Ахад Хаамом, еврейским писателем, публицистом, философом, согласно которой дух народа, основные национальные ценности и культура передает и сохраняет язык. Поэтическое творчество на языке иврит становилось таким образом делом всенародным для любого сионистского писателя, поэта, журналиста. Как писала Ахад Хаам, культурный вопрос является центральным вопросом развития сионизма в целом. И в этом его поддерживали такие известные деятели, как Лейб Моцкин, Хайм Вайтсман, Бертоль Файвель, ну и русские сионисты также. Популяризация новой еврейской поэзии приобретала значение культурное, идеологическое, политическое, особенно на фоне того, что происходило в России после 1881 года. Я имею в виду волну погромов, которая начинается с 1882 года. И различные последующие события этого же порядка, политику русификации Александра III, запрет на сионистскую деятельность в 1903 году и так далее. Роман Давыдович Тименчик посвятил этому достаточно много внимания в своей совместной статье с Зоей Капельман как раз о переводах, которые делал Вячеслав Иванов из поэзии «Вялика». Во всяком случае, интерес к еврейской жизни, еврейскому возрождению среди русской интеллигенции был очень велик. И типологические соответствия этих различных национальных идей становились на этом фоне все более и более очевидными. Переводы Балтрушайтиса, скорее всего, были инспирированы именно этими схождениями. Скорее всего, его дружба с Вячеславом Ивановым, поскольку эти вопросы должны были так или иначе обсуждаться. Но надо думать и о том, что для Балтрушайтиса этот интерес к поэзии «Вялика» не является, наверное, каким-то необычным на фоне все-таки его литовского происхождения. Поскольку сам контакт исторический, культурный, еврейско-литовский был гораздо более длительный, чем любые контакты такого же порядка в России. Поскольку евреи поселились на землях Польши и Литвы в раннем Средневековье и сумели создать здесь высоко развитую самобытную культуру, которая значительно обогатила ашкенасскую религиозную культурную традицию выходцев из Германии. Балтрушайтис, конечно, знал, что именно еврейская община Литвы прославилась как центр религиозной учености. В XIX веке литовское еврейство переживало необыкновенный творческий подъем, который выразился в развитии многочисленных движений идеологии, например, движения Мизрахи, как религиозно-ортодоксальная фракция в рамках Всемирного сионистского организации. Конечно, он так или иначе должен был знать о Виленском Гаоне и о его последователе Раби Хайме из Воложина, который основывает знаменитую Воложинскую ешиву, так называемую литовскую ешиву, модель которой отличается от любой другой, поскольку занятия здесь идут на протяжении всего года, и здесь изучаются все книги, не только все книги Танаха, но и все книги Талмуда. И эта ешива оказывается отделенной от независимой от пожертвования еврейской общины. Именно сюда, в 1889 году, в Воложинскую ешиву, приезжает Бялек, где в этой высшей школе талмудических наук он изучает, помимо Талмуда, европейские языки и общеобразовательные предметы, и знакомится с новой европейской литературой. И именно здесь, в Воложине, Бялек читает сочинения Ахатха Ама, которого я упоминала выше, которые столь на него повлияли. И хотя в 1991 году Бялек уезжает в Одессу, чтобы начать здесь свое сотрудничество в различных еврейских изданиях, ну, например, в том же году он пишет статью «Идея колонизации Палестины» и печатает ее в петербургской газете «Хамелец». И в этом же году он, кстати, публикует свое первое стихотворение «Эля ципору» «Птички». Все же учеба в Воложине сформировала его отношение к древнееврейскому языку и к творчеству на древнееврейском языке. Основой творчества, основой поэзии он всегда считал тонах, священное писание, и был резким противником идей Бен-Яуды. Конечно, именно здесь, наверное, коренится то отношение, например, Вячеслава Иванова к поэзии Бялека, классического филолога, который никак не мог не оценить вот такое внезапное возрождение языка иврит на совершенно новой основе. Балтрушатис, конечно же, знал, что Вильна и была центром, очень важным центром новой литературы и, прежде всего, новой поэзии на иврите в Российской империи, поскольку первоначальные центры еврейского просвещения оскалы еще в XVIII веке, в конце XVII века были в Берлине и Кёнигсберге, а постепенно продвижение шло, конечно же, на восток. И вот Вильна был в этом отношении очень важным местом. А евреи Вильну ориентировались на берлинских москелим, и поэтому выбор языка Библии в качестве литературного языка был, в общем, отчаянно дерзким шагом с точки зрения еврейской интеллектуальной элиты Восточной Европы. Писатели и поэты стали использовать святой язык, Лойшина Кодыш, для новых целей, отказавшись от целей ровенистическо-талмудических, которые были еще и частью повседневной шкенастской культуры. Неудивительно, что занятия грамматика и библейского еврита или изучение Танаха как литературного произведения стали восприниматься как серьезные угрозы основным устоем еврейства. Так, например, у еврейского писателя знаменитого Менделе Мойхерсворима в романе «Хеавот ве хабаним» «Отцы и дети», который был опубликован в 1868 году, есть такой сатирический эпизод. Отец и мать вот такого нового молодого ученого, поэта, маскиля, решают понять, где коренится корень зла и устраивают обыск в его книжном шкафу. И отец говорит матери, каким образом нужно опознать вот эти опасные книги. Они должны быть напечатаны не в Житомире, а в Вильне. У них должны быть большие поля, короткие строчки посередине страницы, много примечаний. И если вот она такую книгу найдет, то ее нужно немедленно выкинуть под стол. Мать немедленно такую книгу находится. Находит это, оказывается, Сефер Берешит, книга «Бытия». Правда, с библейским комментарием «Биур», который был инспирирован философом Моисеем Мендельсоном и который считался еретическим. Так что книга была правильно выкинута. Но, тем не менее, вот такое отношение к новой литературе на иврите уже существовало. Балтрушатис не мог не почувствовать тихо бялика. С одной стороны, его восхищение богатством древнееврейского языка. И, с другой стороны, тревогой бялика за будущее сокровищницы еврейской литературы из-за вот этого разрыва с традиционной еврейской книжной культурой. Хотя, действительно, все очень хотели переводить бялика, Балтрушатис выбирает два стихотворения, но эти два стихотворения очень показательны. В первом стихотворении, название которого я уже здесь произносила «Ты уходишь от меня», вроде бы речь идет о типичном сюжете любовного расстояния, но с другой стороны можно подумать и о расставании с божественной благодатью, с шехиной. А вот это стихотворение, которое, не знаю, удастся ли мне показать как-нибудь немножко лучше, хотя бы как картинку на экране, Ситуация довольно любопытная, и споры об этом тексте идут довольно давно, по крайней мере, последние 50-60 лет, начиная с такого важного исследователя еврейской литературы, каким был наш профессор Курцвайль, и до исследований Хамутали Бар-Юсеф, который только что делал доклад на нашей Ивановской конференции. Во всяком случае, не очень понятно, о чем идет речь. Курцвайль считает, что, скорее всего, это немецкое влияние, которым немецкий язык Биолик знал очень хорошо, и что, возможно, здесь как-то ощущается воздействие на Валеса. Хамуталь Бар-Юсеф полагает, что это, скорее всего, традиция Бодлера и традиция русского романтизма, в частности, Лермонтова, в частности, Дубового листка, но сама же себя и опровергает. И мне захотелось, в общем, как-то на эту тему поразмышлять. Но, может быть, сначала я процитирую то, что пишет Михаил Гершинзон, который до этого уже написал несколько статей о поэзии Бялика и всячески рекламировал его поэзию. Вот в предисловии к еврейской антологии он пишет, «Еврейство как прокаженный, который вдруг поднял свое лицо, и все видят, он ясен духом, он в духе победил свою болезнь». Болезнь – это, с точки зрения Гершинзона, вековечное рабство, что евреи всегда были рабами мысли о своей народной судьбе. «Беспечность – источник духовной свободы, – пишет Гершинзон, родник величия и красоты. Залогом светлого будущего, мне кажется, это духовная свобода освобождающихся поэтов-евреев. Быть свободным евреем не значит перестать быть евреем. Напротив, только свободный еврей способен проникнуться еврейской стихией во всю глубину расцветшего еврейского духа. Мне кажется, Бялик – притечию этой плеяды. Он первый не жаловался, не ныл, он проклинал ноющих, и он звал еврейство к мужественному самоопределению. Но он еще почти всецело поглощен еврейским делом. Ему еще не было дано выйти на простор человеческой свободы», – пишет Гершинзон. Ну, вот, наверное, этот момент человеческой свободы, который можно увидеть, например, в последующих изданиях но уже на иврите, знаменитой антологии «Шират Русия», куда были включены переводы как раз из русской поэзии, сделанной вот этим новым поколением. Аврам Шленским, Лей Гольдбер, которые были редакторами, Александром Пенном, Натаном Альтерманом и другими. Но это, так сказать, несколько иной сюжет. Если мы вернемся вот к этому стихотворению, можно попробовать увидеть, ну, как это сделать лучше? Ну, будем как-нибудь так читать. Что именно о свободе здесь и идет речь. Значит, работа Балтрушайтиса над переводом происходила следующим образом, как и всех остальных русских поэтов. Лей Пьяфе делал подстрочник и сам читал текст в ашкенастском произношении, сильно отличающемся от сегодняшнего принятого сифардского. Я попробую воспроизвести это ашкенастское произношение, ну, так, как это мог слышать Балтрушайтис. Балтрушайтис. Ну, наверное, это можно посмотреть как на картинку, для тех, кто не знает и вред. Подстрочник. Что представляет собой подстрочник? Склонилась себе лоза на ограду и задремала. Так уснула я. Упал плод, и что мне до него, и моему стволу, или моему роду. Геза – это также род, человеческий род. Что мне до него, и что моей толстой разветвленной ветви до него со множеством боковых ветвей шох. Упал плод, цветок уж забыт, уцелели лишь листья. В один прекрасный день разразится буря, упадут и они на землю, как мертвые воины. А потом потянутся ночи ужаса и содрогания. Нет мне ни отдыха, ни сна. Одинокий буду биться, этот глагол, биться как рыба в сети, или как зверь в селке, во мраке, и размозжу голову свою, а стену свою. И вновь расцвела весна, и я, одинокий, на своем стволе повисну. Лысый побег, может быть побег, а может быть держава скипетра, я еще буду об этом говорить, без бутона на нем и цветка, без плода и без листика. Вот перевод Балтрушайтиса. Ветка склонилась к ограде и дремлет, как я нелюдима. Плод пал на землю, и что мне до корня, до ветви родимой? Плод пал на землю, как цвет, и лишь живы листья с их шумом. Гневная буря их скоро развеет тленом угрюмом. Будут лишь ночи, лишь ужас, где мира не ведать, ни сна мне, где одиноком мне биться средь мрака главою о камне. Буду угрюмо висеть я на ветве весною зеленой, пруд омертвелый, ногой и бесплодный средь света и звона. Мне показалось очень интересным и возможным для использования, для того, чтобы разрешить все-таки вопрос, о чем этот текст и к какому источнику он восходит, чередование четырехстопного дактиля и двухстопного амфибрахия, который услышал Балтрушайтис в произнесении Лейба Яффи. Это можно услышать только в ашкенасском варианте. И бялик сохраняет именно это чередование размера. Что оно нам дает по-русски? Четырехстопный дактиль, семантический реол четырехстопного дактиля, хорошо известен благодаря работе Михаила Леоныча Гаспарова. Это «Нежатая полоса Некрасова». Ехала из ярмарки ухарь-купец Никитина, пара гнеды Хапухтина. И все эти тексты подходят к тексту Жуковского «Суд божий над епископом 1831 года. Были и лето, и осень дождливы». Если задуматься о значении этого семантического реола, то речь идет об эллигической грусти вкупе с явно выраженным повествовательным моментом. И есть поэмы, это Саша, например, Некрасова или «В снегах Случевского», которые написаны этим же размером четырехстопного дактиля. А семантический сюжет четырехстопного дактиля основан на противостоянии с одной стороны культурного или оккультивированного пространства, поля, нежатая полоса, сад, лошади или даже товар «Молодая девушка» на выдание, которое вдруг подвергается неожиданному запустению. Их хозяин, с ним что-нибудь такое происходит. И он при этом является страдательной стороной, объектом. Например, «Плохо бедняги не ест и не пьет, червь ему сердце больное сосет». Или «Были когда-то и вы рысаками, кучеров вы имели лихих, ваша хозяйка состарилась с вами, пара гнедых, пара гнедых» и так далее. То есть больной пахарь, состарившаяся красавица, объекты читательского жалости, читательской жалости, грусти или осуждения. «Болтрушайтесь», переводя стихотворение «Цанахну Зальзаль», изменяет эту семантическую ситуацию тем, что он вводит семантический ореол двухстопного амфибрахия и, естественно, вводит совершенно другое значение, потому что за двухстопным амфибрахием встает значение детства, например, как у Жуковского в сказке «Мальчик-спальчик» «Зарей просыпался живой, умывался росой, наряжался в листочек атласный, лилей прекрасный, проворную пчелку, свою одноколку из легкой скорлупки» и так далее. Или это может быть ореол какой-то недоделанности, недостойности, неприспособленности, неуместности, как, например, у Вяземского «Картузов-сенатор, Картузов-куратор, Картузов-поэт. Везде себе равен, во всем равнославен, оттенков в нем нет. Худой он сенатор, худой он куратор, худой он поэт». Или у Цветаева, но это уже немножко позже, в 1918 году, «Кто дома не строил, земли недостоин, кто дома не строил, не будет землею, соломой, золою не строила дома». Что это нам дает в результате? В результате мы получаем перенесение внимания с объекта хозяина нежатой полосы или хозяйки пары гнедых на субъект, на лирическое «я». Он оказывается страдающим персонажем. И читательская рецепция конечно изменяется при этом. Но активная позиция, которую таким образом Бялик вводит в текст, и он вводит, вкрапляет ее в такой испытанный, очень хорошо известный семантический риол четырехстопного дактиля, чрезвычайно важна. Именно ее сохраняет Балтрушайтис в переводе этого стихотворения Бялика на иврит. Потому что именно активная личная позиция считалась необходимой составляющей сионистского движения, конечно же. И вот об этой свободе идет речь. Но, конечно, эта свобода в рамках некоторой такой необходимости, потому что перед нами сад, хортус конклюзус, и за эту ограду перевешивается, или на эту ограду падает ветвь. И здесь, конечно, может быть права Хамуталь Бар-Юсеф, когда она говорит о Лермонтове романтизме, но я бы говорила не о дубовом листке, конечно же, а о думе, поскольку у нас здесь есть момент тощего плода, как в думе и как в целом ряде других текстов Лермонтова, но опять-таки нужно обратить внимание, что размер там совершенно другой. И вот с этим тощим плодом возникают проблемы. С одной стороны, конечно, совершенно понятно, что обращение к концепту вот этого тощего плода и, так сказать, могильного цветения Лермонтовского так или иначе указывает на невозможность гармонического соединения лирического субъекта и того культурного мира, видимо, еврейского мира, который он покидает, невозможность укоренения в этом новом мире. Но тут кроется некоторый интересный момент. Значит, с одной стороны вот это слово, которое Балтрушайтесь переводит как ветка, у Бялика звучит как зальзаль. Но в современном иврите, насколько я знаю, мы не очень часто употребляем это слово, это побег, побег виноградной лозы или какая-то очень тоненькая ветка. Но, скажем, в книге пророка Исаев, Сефира Шаяву, конечно же, мы видим вот этот текст, который Бялик наверняка знал, векарат хазальзалим бемазмерот вэтанекишот и сыр хаттаз. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасль. То есть речь идет о символическом изображении падения сирийского государства. И когда Бялик употребляет это слово зальзаль, он так или иначе прекрасно понимает, что он намекает на это возможное исчезновение той новой ивритской поэзии, к которой он принадлежит. Но если мы посмотрим на вот это слово, которое Балтрушатис переводит как пруд, омертвелый к тому же, ногой и бесплодный, то опять-таки у нас есть любопытный момент. Шарвис Керех пишет Бялик, Шарвис или Шарвид в сефардском произношении, как я уже сказала в самом начале, это скиптор, держава. Это не только побег, но и скиптор, держава. Так что на этой ветви висит нечто, что может означать и будущее какое-то гораздо более благополучное. К тому же я посмотрела еще в одной из книг, в одном из трактатов Мишны употребление этого слова шарвид, шарвис. И там говорится, что это так же, как я говорю, вот внутренняя часть плода. И там говорится о том, что можно есть. Вот эту часть плода можно есть, она съедобная. И у Бялика она не омертвелая, а лысая. И как, наверное, верно отмечает Хамуталь Бар-Юсеф, возможно, он таким образом создает некий свой автопортрет в этом тексте. Возвращаясь к замечательному переводу Балтрушатиса, который, конечно же, вел туда какие-то темы, скажем, отшельничества, нелюдимости, которые отсутствуют у Бялика. Надо сказать, что это не было каким-то единичным эпизодом в его судьбе. Я напомню здесь только времени у меня совершенно нет. О активном участии Бялика в защите театра Габима вместе с Вячеславом, извините, Балтрушатиса, в защите театра Габима вместе с Вячеславом Ивановым и на Хумцемах основатель театра Габима, конечно же, упоминает его имя Вячеслава Иванова, Бальмонта, Балтрушатиса, этих корифеев русской поэзии, руки которых прикасались с переводов молодых наших поэтов, Бялика и так далее. Он участвует в программе диспута о Габиме в Камерном театре 13 марта 2020 года, поскольку Габиме просто хотят лишить субсидий, как вы знаете. И Балтрушатис подписывает письмо Ленину от 31 июля 2020 года, где в частности написано «Русское искусство в долгу перед еврейскими деятелями искусства во время царизма, во времена национальных гонений, лишенными насильственно народной и национальной почвы для развития творчества. Вершины творчества общечеловечны, но покоятся не всегда на народной почве и в национальном своеобразии, многообразии форм искусства, его непреложные ценности, прелесть». Вот почему мы, деятели преимущественно русского искусства, обращаемся к вам, Владимир Ильич, с просьбой внести в совет народных комиссаров вопрос о Габиме и так далее, и так далее. Ну, как мы знаем, вопрос о Габиме был решен отнюдь не положительно, но, тем не менее, Габима состоялась, хотя и уехала из Советского Союза, который потом придется покинуть и болтрушается. Спасибо. Продолжение следует...